Вы смотрите программу «Влияние» на телеканале «Импакт». И я ее ведущий Василий Гертавил. С мной сегодня в студии мой друг, мой брат Василий Федорович, епископ Свободных Церковь Украины. И я рад приветствовать тебя сегодня на этой программе. Оставайтесь с нами. Я думаю, вам будет интересно. У нас будут очень важные вопросы сегодня подняты, потому что нам хочется услышать с первых уст свидетеля, который только что приехал из Украины, о событиях, которые проходят на Украине. Итак, первый вопрос сегодня для тебя. Я хотел бы задать, что происходит сегодня на Украине. Многоуважаемые телезрители, разрешите искренне, сердечно приветствовать вас. Разрешите искренне, сердечно пожелать вам. И пусть не только название «Влияние», но пусть эта программа влияет на нашу жизнь, на нашу душу и не только. Даже на наше физическое состояние на Земле. Поэтому я рад сегодня вместе с моим другом на этом телеканале немножко порассуждать, видя, что творится на сегодняшний день не только в Украине, но практически по всему миру. Взирая в Слово Божье и на основании Слова Божьего, понимать, что мы живем не только в последнем времени, но в последнем времени, в последнее время. Я хочу сказать, что Украина сегодня нестабильная страна. В Украине сегодня много проблем, много переживаний. Я скажу больше и прямо. Много горя, много слез, сиротства, вдовства, плача. Но я глубоко убежден, что над всей этой обстановкой есть Бог. И если мы доверяем Богу, то понимаем, что если Он и допускает испытания, то, во всяком случае, никогда не опоздает. Мы молимся, призываем всех христиан всего мира молиться. У нас молитвы практически круглосуточно проходят в Украине. И не только. У нас было уже несколько всеукраинских молитв о доле нашей страны. И не только нашей страны, но славянского народа, который много в рассеянии, многие остались на месте. Но наши искренние желания, чтобы мир воцарился и снова дружно жили наши страны. Я хочу сказать, что на этих всеукраинских молитвах мы практически весь христианско-претестантский мир в Украине молимся о как-то выходе создавшейся ситуации. Ситуация непростая, ситуация сложная. Но тогда, когда церковь, которую Господь оставил на земле, продолжить его начатое дело, пославший Дух Святой в эти обстоятельства, то, конечно, хочется, чтобы более было проявлений в сторону мира, какого-то взаимопонимания. Я уже не говорю о братстве, дружбе и о всем стране. Это ты, Федорович, говоришь об общей всеукраинской обстановке, что делает весь украинский народ для того, чтобы обстановка как-то в Украине поменялась. Это все заинтересованы, но каждый из своей стороны. Кто как понимает, кто как может, так и делает. Я так понял из твоих слов. Я хотел бы знать сегодня, и я думаю много телезрителей, которые живут, украинцы во всем мире и в этой стране, мы хотели бы знать, какая позиция конкретно церкви в данной обстановке на Украине. Что она делает? Я хочу сказать, что позиция церкви неоднозначна. Есть те, кто понимает, что за Родину надо стоять во всеоружии. Есть те, кто понимает, что за Родину надо проливать кровь. Есть те, кто понимает, что Родина – это нет больше любви положить душу свою за друзей своих. И другая позиция, к которой я отношусь – церковь Господь оставил на земле не воинствовать через кровопролитие, защищая Родину. Иисус Христос сказал «Царство мое не от мира сего». Второе – мы понимаем, что мы здесь временные. Я не хочу сказать, что меня мои телезрители сегодня неправильно поняли, что я сторонюсь защиты Родины. Но я хочу сказать, что церковь должна быть носительницей мира, а не благословлять пролитие крови. И поэтому, смотря на сегодняшнюю позицию церкви в Украине, есть те и другие взгляды. Я далек от судейского кресла присоединиться к тем, кто хочет осудить и знает, кто больше виновен, кто меньше виновен, кто заказчик, кто деньги платит и так далее. Я сторонник того, что церковь должна проявить то, чем озадачил ее Иисус Христос. А ведь Иисус Христос, уходя, он озадачил церковь быть светом. И Христос прямо сказал «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Поэтому любить Родину земную – это не значит только с калашником. Это значит любить Родину, протянуть руку помощи тем, кто в нужде, протянуть руку помощи тем, кто истекает кровью, протянуть руку помощи тем, кому разбомбили все то, что собирал всю жизнь. Это тоже любовь, это тоже помощь. Апостол Павел говорит о положении церкви в этом мире в мирное время, он говорит. Какую позицию должна занимать церковь? Она должна молиться за государство, за начальствующих, за властей. Там не говорит, если они хорошие, то вы молитесь. А если они вам не подходят, то в кавычках молитесь. Он говорит, что мы всегда должны их благосвоять. Это мы говорим о мирном времени. И я, например, знаю в этой стране, я один раз встречался с очень большим в эмигрейшн-центре, потому что мы здесь из церкви даем бумагу, которая говорит, что мы на основании наших религиозных убеждений мы не будем брать оружие в случае войны. И они пишут, что такой-то, такой не будет. Но его заинтересовало. Он спрашивает меня, ты подписывал эти бумаги? Я говорю, да. А он спрашивает, что вы делаете, как вы учите, как ваш народ относится к церкви? И я ему рассказываю. Кажу, в основном все мы относимся очень хорошо. Мы молимся за всех, за страну, за начальствующих, за всех властей. Мы молимся. Он, ему очень понравилось. Ему пошли слезы на глазах. Взрослый мужчина, он был старше меня. А потом он задает вопрос. Но там написано, что вы не будете воевать. То вы вообще умоете руки, когда, не дай бог, что-то придет? Или вы что-то будете делать? То я говорю, нет. А он говорит, как ты учишь? Я говорю, я учу, что мы, и мы так будем делать, мы готовы все делать, кроме оружия брать и воевать. Помогать будем. Он говорит, правильно, иди так учи. Нам нужны разные люди. То есть разница. Позиция церкви в мирное время, когда ее с цветами встречают, дают в рент, там, помещения, парки, стадионы, и церковь может идти. А есть позиция, когда тяжелое время для страны, как примерно для Украины и любых других странах, как было на Кавказе и в других местах, то что церковь тогда должна делать? А еще лучший вопрос, что она делает? Я хочу сказать, что мы пережили и мирное время, тогда, когда блеснула свобода под названием перестройка. А что ты говоришь, блеснула? Что ее стали прикрывать, эта свобода? Мы дойдем до этого. А, хорошо, не забудь. Тогда, когда нам, так сказать, открыли объятия государственные учреждения, добро пожаловать, несите мир, несите благую весть. В школу пускали, да? Да, это было благословенное время. И мы радовались о том, что все-таки луч свободы и под лучом с неба света засиял и над нашей Родиной. Но пришло время тогда... И что, это кому-то не понравилось? Я бы не хотел сказать, что не понравилось, но время приносит свои изменения. В страшном сне не приснилось было бы, например, в 2000-х годах, что восстанет брат на брата, что Восток Украины будет в такой турбулентности, что реальные молодые люди или убегут оттуда, или еще что-то, останутся на произволяющие старики и маленькие дети. Это никто не мог представить, но оно пришло. И влияние церкви в мирное время – это благовестие, это нести спасительную весть, это распространять тоже дружелюбие и рассказывать о семье, которую воссоединил спаситель через Голгофскую жертву – это нести радость спасения. Это легче делать, когда нужны только слова. А тогда, когда пришло сложное время, тогда, когда церковь стыкнулась с тем, с чем она практически не готова к этому была. Вот поэтому многие решили, но Библия не запрещает самозащиту. Вот, самозащищать себя – это позиция должна быть наша. Но скажи, дорогой, от кого мы защищаемся или кого мы защищаем? Это уже совершенно вопрос дебатов и очень такая лезвие заточенная. Можно или в одну, или в другую сторону обрезать себя. Но я хочу сказать больше. Я хочу сказать, что есть те реальные силы и реальные личности церкви, которые понимают, что здесь говорить уже мало нужно делать. Что делать должна церковь в такое экстремальное время? Первое. Я благодарен Богу за добрый, милосердный, сердечный народ Украины, который, ну, скажем, от себя отрывает и посылает туда, где горе, слезы и разочарование. Я благодарен Богу за это милосердие и сострадание, и не только это Украине. Я благодарен всем тем в Америке, кто находится, всем тем американцам, европейцам и так далее, которые, ну, практически открыты для нужд нашего народа. И церковь взялась за дело. Мы отправили тысячи, тысячи тонн грузов на восток Украины, чтобы поддержать тех, кто остался без куска хлеба, поддержать тех, кто остался без крови. И приходящая зима угрожала, и очень угрожала. Церковь взялась за то, чтобы помочь тем, кому в глаза смерть заглядывает. Например, статистика говорит, больше умерло от ранения, чем прямое попадание и смерть на месте. То есть, истекая кровью на поле сражения, молодые люди умирают. Им не оказали помощь. Мы оказали помощь. Практически не было самого простого, элементарного медицинского снаряжения. Тоже жгутов, бинтов, зеленок и тому подобное. Поэтому мы стали организовать волонтеров, которые пожелали понести весть добрую и туда, где практически ее уже сложно нести. А в принципе, если церковь хочет, ну, как ты говоришь, волонтеры, те, которые добровольцы, хотят помочь, понести, повезти, быть там, то есть доступ туда или тяжело? Ну, я хочу быть откровенным. Для того, чтобы людей посылать в такие экстремальные обстоятельства, нужно вмешательство из страны. И я здесь поддерживаю позиции. И здесь все равно много риска есть. Конечно, к позиции страны, потому что есть разные люди. Вот что проникают такие темные люди и светлых, между светлых людей. И это не секрет были те, кто старался на этом заработать, предавая же своих. Поэтому генеральный штаб военных сил Украины принял решение, чтобы их, так сказать, провести через быстро семинар, рассказать, преподать им, что их там ждет, дать им удостоверение, чтобы они были ответственны. Потому что желание, одно желание пойти туда – это одно. Тогда, когда человек, ну, видит те непростые, дышащие смертью обстоятельства, разочаровывается, кто-то уходит оттуда, кто-то еще хуже, а разочаровывает остальных. Поэтому там нужны люди изведанные и испытанные. Мы благодарим Бога, что на сегодняшний день вооруженные силы Украины, генеральный штаб Украины, военных сил, дает разрешение нашим доверенным людям находиться в среде, где идет эта непростая, сложная гибридная война. Да, и мы не благословляем людей нести, вести автоматы туда. Я как раз хотела это сказать. Мы не благословляем людей молиться и благословлять, солдат, идите и убивайте. Мы посылаем туда людей, которые бы рассказали, убивать грех. Как одной стороны, и если, я думаю, что действует та же позиция церкви с той стороны, вот, это очень важно, когда в такое темное слое настроение можно внести лучок света, доброты и братства. Второе, тогда, когда уже действительно стала проблема у человека, раненый секает кровью, тогда, когда наши волонтеры, подползая, подлезая, подходя, вот, помогают, и не только помогли, притянули и оставили. Вот, они его вытащили, доставили в госпиталь, позаботились о лекарстве, которое нужно, и дали направление, что после госпиталя. Ведь это не секрет, что люди, которые повстречались смертью в глаза, им очень сложно адаптировать себе снова в такое гражданское общество. И я не хочу скрывать, на сегодня уже более, около двух сотен безысходных исходов. Или, как у нас на Украине говорят, летальный схит. Вот, тогда, когда человек, не видя себе основу, общество, в котором он был, заканчивает свою жизнь самоубийством. Здесь позиция церкви, тоже мы выработали некоторый план, где наши благословенные капелланы, как духовные наставники, сопровождают таких людей с поля брани до госпиталя и после госпиталя. Таким людям нужно сказать, что в таком состоянии, как они есть, их продолжает любить Бог. И исход не через повешение, а исход прийти к Богу и принять Его отцовскую позицию. И это гораздо лучше исход, чем летальный исход. Вот, поэтому в том направлении мы работаем четко и посылаем туда людей уже не с бухты-барахты, как это было в самом начале. Кто пожелал, тот шел, и всех пропускали. Сейчас уже такая выстроенная позиция, где бы люди, те, которые уже жертвуют собой и идут туда, не только понимали, что они помогают тем, но они понимают, что они ответственны. И за это ответствие им нужно будет отвечать. Какие люди идут в капелланы? Кто хочет просто или их выбирают, будем говорить, священнослужители, люди с духовным опытом? Например, я в своем союзе есть волонтерский, так скажем, фронт, а есть капелланский. Капелланы, волонтеры это те, кто идут, прям помогают, поддерживают. Я знаю, то ли в позиции ранений, то ли в позиции разрушений домов и так далее. Наши благословенные волонтеры отстроили уже не один дом, не одну хижину, и помогли старикам не остаться под солнцем или под дождем. Капелланы это духовные наставники. В основном это служители разных рангов, начиная от пастору и заканчивая там диаконским служением. Это те люди, которые понимают, мое призвание не в мирной эреи проповедовать, а понести весь благую туда, где свистит полис с одной и с другой стороны, понести зов мира туда, где вражда и засвидетельствовать тем, кто никогда не слышал об подобном свидетельстве. Поэтому это особые люди, у которых особое призвание. это похоже те люди, у которых написано в Евангелии, что они не возлюбили души своей до смерти. Так выходит, они понимают, что они могут туда поехать, пойти, а оттуда не вернуться. Они это понимают, они это понимают, но они бы, я сомневаюсь, что хотят душу там оставить, они хотят возвратиться к своим семьям. Я понимаю, но обстановка говорит это. Обстановка говорит подобное, да. Представь себе тогда, когда молятся над человеком оторванная нога, еще хуже обе ноги, тогда, когда зарешетила и практически животная полость открыта, еще хуже тогда, когда мина взорвалась в глаза, потерял человек. Он не то, что нервный, а он злой, причем злой на всех и вся. И донести такому человеку, что есть лучшая позиция очень сложно, и это непросто. Я тебе скажу, Михайлович, не каждый готов к этому. Я думаю, что это особое призвание, но я еще раз хочу подчеркнуть и убедить дорогих телезрителей, что я здесь слышу, мол, вот там одевают формы, благословляют на войну. Я хочу сказать, что есть и те, кто благословляет, но это в основном традиционная церковь Украина, но в нашем евангельском направлении в основном мы не благословляем идти воевать, а мы благословляем идти помочь именно на эту уже линию, где так много проблем. я хочу сказать телезрителям, что мы сегодня не говорим о войне, чтобы вы не думали, что мы сегодня пришли сюда, Василий Федорович и я, чтобы мы говорили о войне. Война говорит о себе сама, говорит больше, чем мы можем сказать, она много говорит, мы можем видеть, услышать и так дальше. Мы сегодня говорим о положении христианина или церкви, как мы вначале сказали, мы говорим о положении церкви или христиан на этой земле в разное время. Есть хорошее время, когда церкви легко делать работу, а есть тяжелое время, но и в то тяжелое время мы должны делать работу, и поэтому мы об этом и говорим. Так есть, так есть. Мы видим из Евангелии практически Христос пришел в мир тогда, когда Израиль был оккупирован. Он пришел тогда, когда весь народ Израиля искал, жаждал, прям втягивал в себе пришествие Мессии. Ведь он понимал, Мессия придет силой, властью, победит, освободит и дает свободу. Пришел Мессия, и он заявляет, не то, что ожидал Израиль. И вот тогда, когда Иисус провозгласил манифест своего царствия, многие были разочарованы. Но скажи, Михайлович, хоть один раз Иисус Христос, зная оккупацию, зная, что там подобные захеи дерут последнюю копейку, и хоть один раз вызывал на протест, на революцию, не мое, зачем это твердая моя оппозиция. Я всегда всем говорю, нигде Евангелие, Христос, апостолы не призывали, чтобы мы делали демонстрации. Единственное, что мы знаем, что молиться. Из-за тех, ага, есть сегодня тот президент, за него мы молимся. Мы не обсуждаем, какой он. Мы молимся за него, чтобы он был хорошим для нас, для стороны. Пришел другой, мы за друга должны молиться. Нигде. Я часто вспоминаю момент, когда Христос посылает апостолов, когда идите в поселениях и проповедуйте. Но он наперед говорит, я посылаю вас, как говорят среди волков. Вас не всегда будут принимать. И если вас не примут, то он не говорит, все, уходите, ваша миссия закончилась. Или другое, какие-то протесты делать. Он говорит, спокойно, отрастите праг и уходьте. Но на прощание все равно скажите, царство Божие и так приближается. То наша позиция, как церкви, сказать, что царство Божие приближается. Михайлович, а ты думал о том, какой приоритет овцы перед стаей волков? Зачем Иисус посылает своих учеников на явную смерть? Ведь это явная смерть. Слушай, что этот бараненок может сделать перед разрывной стаей волков? Практически ничего. Тогда вопрос... Закрыть глаза. И все. Вот то, что ты сказал, закрыть глаза, иногда, это приходится нам в это сложное время. Потому что выхода не видно. Нас могут осуждать с одной стороны, естественно, осуждать с другой стороны. Но ведь не может спасенный сложить, так сказать, свои крылышки и благодарить Бога. Я благодарен, что спас меня. Спасенный должен продолжать нести весь спасение. Но нести весь спасение в экстремальных обстоятельствах, увы, это не нести весь спасение в мирной стране. Мой заместитель по Донецкой области, он говорит мне, Федорович, я тысячу раз обращался в большущую церковь, около двух тысяч, много раз обращался, братья и сестры, Библия твердит, возле тебя понят тысячу и десять тысяч тебя не коснется зло. Я считал, что я делаю, ну, так сказать, большую позывную. Федорович, но когда возле меня взорвалась мина, я... По-другому забываю. Абсолютно, абсолютно. Поэтому, сидя в удобных креслах, можно судить. Но, дорогие телезрители, я не призываю вас к суду. Не наша сторона суд. Наша сторона проявит свет Христов. А свет Христов говорит четко и ясно. Можешь делать добро, делай. Добро – это свет. Что значит добро? Что с того, что ты будешь говорить о праведности, истине, душе, человеку, который истекает кровью? Ты помоги ему сначала. Ты сделай что-то хорошее для него сначала. А тогда он откроет глаза свои духовные. Можно привести пример личный. На радиопрограмму, мы бьем четыре радиопрограммы, на адрес радиопрограммы пришло письмо. Там много приходит писем, и я хочу быть откровенным, мы славяне мало благодарим, а много просим. Это наш, так сказать, или плюс, или минус, это уже рассуждайте. Пришло письмо, это письмо я открыл, я видел, что это старичок или старушка пишет. Это видно, как рука трясывается, такие уже неровные буквы. Эта душа умоляла меня прийти в ее состояние. Это недалеко, ты ж из Закарпатья, ты знаешь, Сваляву, адрес был указанный. Я практически не знал этой улицы, не знал этого адреса, взялись еще с собой одного работника. Мы поехали, дорогие телезрители, я не могу вам сегодня разложить и рассказать о бедности этого утлого дома. Это не дом был, это такой уже почти разваленный. Мы зашли в эту комнату, грязная, увы, не французскими духами там пахло. Вот, на грязной постели лежала старушка, стол пустой абсолютно и грязный. я немного раз попадал в ситуацию, когда нечего сказать или не знаю, что сказать, но там была та ситуация. Я подошел ближе, я сказал, я тот человек, которому вы написали письмо, мы, христиане, всегда начинаем с молитвой, заканчиваем с молитвой. Она еле, шевеля губами, засохшимися, сказала, сынок, я не хочу молиться, я хочу кушать. Я три сутки во рту не имела ничего. Быстренько съездили в гору, в центр взяли и поесть, и сок, джунс попить, вот, накормили, ее напоили, она попросила эту грязную свою подушку так подсунуть чуть-чуть выше, чтобы она не лежала, а присела. И сквозь такие большие старческие глаза, полные слез, она сказала, сейчас я хочу слышать о том Боге, который заставил тебя прийти в мою нищету. Я этой молитвы, дорогие телезрители, никогда не забуду, это была евреянка старенькая, и она вопияла к Иисусу, она говорила, Иисус, прости меня, я впервые к тебе обращаюсь, я называла тебя незаконно рожденным, я называла тебя самозванцем, я называла тебя обманщиком всю жизнь, но сегодня я преклоняюсь пред тобой, ты заставил этого человека прийти ко мне. она продолжала, Иисус, почему ты так долго идешь к моему племени, прийди скорее. Я где-то в глубине души молился, Господи, ну, не сделай так, как она просит еще много наших, слушай, близких, родных, которые не знают тебя. Она, через это маленькое доброе дело, большое дело, там, пойти взять кусок колбасы, хлеба, сыра, и накормить эту женщину. Но мы это сделали с любовью, и я вам хочу сказать, она недолго еще прожила, но примирировалась с Иисусом и ушла в его обятие. Маленькое доброе дело, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот в таких экстремальных обстоятельствах церковь должна делать то, что она понимает, не грешно, что она понимает, откроет духовный мир чей-то, и в этом труде будет присутствовать Бог. Так, смотри, что говорит апостоль Яков, я вспомнил. Он говорит для россиянных людей, о чем мы говорили, он говорит для людей, которые живут среди окружающих людей, и он говорит для них, что значит вера, а что значит дело. Ну да, христиане много говорят о вере. О да. И вера, она много дает. Мы говорим об Аврааме, Авраам поверил, вышел, прошел 25-летний путь и стал патриархом. Он поверил. Но это же не без дела было. Если бы он только поверил, да, и говорил так, и говорил последующих еще 10 лет, говорил своему тестю, мне Бог сказал, я верю, что это Бог сказал, что мне надо выйти, а оставался на месте. Видимо, неплохо там жилось. То эта вера, она бы ничего не принесла. Михайлович, я хочу, хотел бы обратиться очень осторожно к иммигрантам. Кто выходил... А я тоже иммигрант, так что осторожно. Кто выходил потом на Авраам? Представьте, это богатый человек, это знатный человек, это авторитетный человек. Авторитетный, у него был большой бласт. Конечно. Его спрашивают его друзья, Авраам, куда ты идешь? Я не знаю. Не знаю. Как не знаешь? Ты не знаешь и идешь? Да, я не знаю, но иду. Почему ты идешь? Почему я? Бог сказал. Бог сказал. И я так следил столетний путь этого патриарха. Не, въебали и низины, и высоты, падение, и восстание. Все было на этом пути. Ушибки были. Ой, какие. Вот, но он остался верен слову Бога. Поэтому я сегодня на этом месте для того, чтобы сказать нашим славянам слово и только слово. Прошлый год, 17-й год, это год реформации, 500 лет реформации. На Украине на высочайшем уровне президент подписал указ, и мы праздновали это праздник, так сказать, очень на высоте. Но то, что Лютер когда-то увидев привязанную цепью Библию возле кафедры, молодой монах, он пошел как-то оторвать ее, оторвавши, он понял. Но традиции, названия, католицизм, ну, не в ту степь мы идем, не той дорогой мы идем. Из 96 его воззваний вот одно слово и только слово. Когда мы обращаемся на слово, это важно, потому что его основание Бог. Авраам основался на слово, Бог сказал, я не знаю, куда иду, но Бог сказал, и я слушаю его. Мы так и говорим, что Яков так говорит, дела сами без веры не могут быть, если ты не веришь, ты не будешь делать дело. Если ты не веришь, ты не будешь делать дело. Поэтому я хотел следующий вопрос задать. И задается вопросом, вопрос задается, ты уже рассказывал, сколько церковь делать, да и мы знаем, и здесь, и в этой стране, в которой мы проживаем, может быть, иммигранты меньше, хотя иммигранты очень много работают, Бог благословляет, делают на деле Божьим. Но если взять, посмотреть статистику, церковь миллиарды долларов расходует, казалось бы, куда? Из-за чего все это церковь делает? Ну, мы говорили уже за Украину, что церковь жертвует, у никого нет лишнего. У никого нет лишнего времени, лишнего здоровья, лишних денег, что, разве кому-то хуже быть дома в своей семье, уютно, или, по крайней мере, поехать куда-то отдохнуть, чем поехать туда помогать каким-то людям, не зная их никогда. И почему церковь, или что заставила церковь это делать? И она делает это искренне. Люди искренне. Я здесь понимаю, Михайлович, следующее. Если кто-то хочет рекламировать себя, есть и такие, вот, кто хочет это так пышно и одноразово. Это вспышка только, одноразово. Вот, и вспышка такая ослепительная, но после этой вспышки еще темнее стоит. О, да. Вот. Нам представлен в Евангелии Матвея 24 главы суд Великого дня. Престол, сидящий на престоле, с правой стороны, с левой стороны. И тем, кто с правой стороны, вы помните, дорогие телезрители, сидящий на престоле говорит, вот, войдите, благословенные, вам уготовано, или, скажем, сегодняшним языком, приготовлено, все устлано, там все готово, войдите туда. Они были в такой... В шоке. В шоке. Да, в шоке были. Потому что он говорит, вот, я был. Маленькая вещь, вы сделали. Да. Слушай, они говорят, когда? Да. Когда? Оказывается, это была их система. Систематически они делали. Это была их жизнь. Они это делали, даже не задумываясь, что это когда-то им пригодится. Скажи, пожалуйста, кому он обратился и сказал? Как вы хорошо говорили. Да. Вы делали. Поэтому... Это подобно, сори, чтобы я перебил, это подобно, как апостол Павел. Ему говорят, не иди туда, у тебя ждут проблемы. А он говорит, но, извините, по-нашему, но я должен, я должен быть еще там. Еще больше тебе скажу. Апостол Павлу не только пастора говорили, ему Дух Святой говорил. Не иди в Иерусалим, ты не будешь принят там. Зачем? Но горя любовью к своему народу. Да. Это было все. Да, его там проблемы встретили. Вот. И читающие Деяния апостолу понимают, о чем мы говорим. Но, горя любовью к своему народу, он не мог пройти мимо своей Родины. Поэтому я бы сегодня пригласил каждого, кто, для кого Украина это не только окраина, а для кого Украина это земная Родина. Вот. Не проходить мимо тех болей, тех печалей, тех трудностей, которые мы переживаем сейчас в Украине. Я оптимист. И я верю, но я не хочу сказать коммунистической фразой светлое будущее. Но я хочу сказать, что будущее еще в Украине будет. И Дух Святой возвещает в многих местах еще расцветать сады будут в Украине и будет слышен голос жениха и невесты. А когда слышен голос жениха и невесты, это говорит о благосостоянии. Поэтому пусть Бог выйдет навстречу и поможет нам и в этих экстремальных обстоятельствах оказаться церкви церковью. Иеремия когда сильно плакался, то Бог ему говорит, Иеремия, конец твой будет хороший. Да, да. А эту середину нужно пережить. Пережить и пройти. Он начал, к концу нужно пройти с верою, как говорим, и конец хороший. Вернемся к Павлу. Павел о том, о чем ты напомнил, что он говорит, идет, вернее, и делает из-за любви к народу своему, то это необъяснимо. Смотри, что Павел говорит. Я лучше бы был сам отлучен от Христа, чтобы они были с Христом. То это тяжело понять. Мы перед этим чуть-чуть затронули тему, что те, которые идут туда помогать, они рискуют жизнью, на эту жизнь на земле. А Павел рисковал всем, чтобы иудеи пришли к Богу. Михайлович, есть люди в истории Библии, которые удивляли самого Бога. Тот же Павел, я лучше бы был отлучен. Это неземное отлучение. Так я о чем и говорю. Это не потеря жизни на земле. послушай, Бог говорит Моисею, отступись. О, да. Я вмиг истреблю. Я бы на месте Моисея сказал, Господи, все-таки наконец и ты мне легче будет. Сколько раз я говорил, народ злой и неуправляемый. Мало того, Бог говорит, от тебя произведу. Как мог Моисею, я родоначальник буду, да. А что он сказал, подобно Павлу, да. А что враги скажут? А что скажут те, кто ненавидит этот народ? Вывел, недавил. Будем говорить, он переживал за Бога. Да. Да. И понимаешь, не много раз Бог менял свои намерения, но там Бог поменял свои намерения. Поэтому я искренне благодарен всем тем иммигрантам, которые не только стараются новости услышать о Украине, а стараются протянуть руку помощи и благословить тем, чем могут благословлять. можно пять копеек еще вставить? Да, давай. С нового года в Украине есть некоторые перемены по радиовещанию, телевещанию. И с января месяца 96 радиопрограмм сняты с государственного радиовещания. Это на уровне государства? На уровне государства. И представь себе, есть такая высшая инстанция религиозная в Украине, всеукраинская рада церковь и религиозных организаций при президенте Украины. И мы имели главу конфессии, имели возможность по первому национальному каналу обращаться к людям, тема была слово о вечном. И каждый старался как-то людей призвать к миру, к взаимопониманию, к любви и так далее. Напомнить, что мы временем. Ну так. Вот. С Нового года снято. Снято всеукраинская рада. Там, где не только протестанты. Там, где... Как? Официйно вам пришли письма, что это нельзя? Нет, нам ничего не пришло. Объявляли. Просто нам сняли программу. Зачем писаниной заниматься? И я на сегодня, в 18-м году возглавляю Иваньскую протестантскую раду в Украине. Мы написали петиции, воззвания, практически жалобы и так далее. написали на имя президента, премьер-министра, спикера, Верховной Рады, даже в Европарламент. Молчат, как кроты. Никакого ответа нет. но я глубоко убежден. Опять-таки, над всем этим есть Бог. Я не думаю, что только я уже нашли другие такие коммерческие каналы, которым государство не имеет ничего. Да, дороже, но, может быть, даже эффективней. Поэтому и радиопрограммы, и телепрограммы будут продолжаться. Но это говорит о том, как сегодня в Украине относятся к Богу или относятся к благовестию. И я очень, и не только я, многие служители опечалены, что сегодняшнее правительство именно так относится. Это еще об одном говорит. Это говорит о том, что каждое время нам дано на время. Да. Пришла свобода, и мы должны, ну, так Евангелие говорит, дорожите временем. Мы должны дорожить временем, потому что мы знаем, что это время. Так. Так. И любая ситуация, в которой мы можем проявить себя как церковь, как христиане, то то, что мы должны делать, то мы не должны откладывать, как говорят, длинный ящик, или я еще успею. Мы должны делать свое время, быстро, сделали, потому что не знаем, что будет завтра. Вот так. Вот так. И многие христиане говорят, ну, я завтра сделаю. Я только что приехал, приехала, еще не, корни не пустили, завтра я буду, так сказать, для Бога служить. Ну, а если завтра не наступит? Ко мне приходили люди, бывало много, я не называю фамилии, но молодые люди открывают бизнес, и что, они имеют большие планы, что они будут богатыми, и они говорят, брат пастор, я, когда буду иметь столько, называют сумму, я десятую часть отдам. я говорю, извини, Библия так не пишет, Библия пишет, что ты имеешь мало, давай десятину, будешь иметь много, десятину, а так я сомневаюсь, что у тебя будет та сумма, о которой ты говоришь, поэтому говорит он нам, что мы должны делать, Бог сверхсил и не просит, Бог не просит с меня, почему ты не даешь столько, если у меня нет столько, почему ты не делаешь это, если я не могу делать это, Бог с Моисея не требовал, что ты иди, полечись, чтобы ты говорил нормально, он не требовал с него, он, Моисей даже сам жалелся, то я как пойду, я позабочусь о том, дам тебе Аарона, он будет тебе переводчиком, зачем переводчиком, ты исцелим мой язык, нет, в той обстановке ты иди, он хочет, чтобы в той обстановке, в которой мы находимся, мы проявили себя как христиане, еще один вопрос, попутный, они цепляются эти вопросы, мы говорим о церкви, о христианах, которые делают, ну, говорим о тех, которые делают, по крайней мере, те, которые не делают, они понимают, что нужно делать, просто для них есть веские причины, почему они не делают, если мы говорим, если мы говорили с тобой о военных положениях, то они говорят, о чем мне туда, зачем они они не помогают, если человек, я иногда говорю, написано так, там написано, я был в больнице, вы пришли, тот был в тюрьме, вы посетили, то я говорю, хорошо, то я говорю в церкви так, смотрите, если мы говорим, что в больницу попал человек, и мы его посетили, ну, это нормально в больницу, но в тюрьму, зачем он туда попал, надо нормально жить, а Христос говорит, если он туда попал, а ты пойди посети его, а мы делим, этому поможем, этому не поможем, второй вопрос, церковь должна помогать только христианам или распространяться на пределы, на все пределы, ну, по возможности материально. Я здесь понимаю, многие говорят, всех не накормишь, всех не оденешь, вот, другими словами может быть напрасная трата, но я хочу сказать, что если мы будем только своим помогать, ну, то тогда есть пример нам в Евангелии, богатый барин подходит к Иисусу Христу и задает вопрос, что мне сделать, чтобы спастись, ну, в корне неправильно поставлен вопрос, потому что не за наши дела Бог нас спасает, Бог спасение дает нам даром, но спасенный должен уже делать, это другой вопрос, что мне сделать, он говорит, исполни заповеди, и тогда, когда он перечислил ему заповеди, он говорит, слушай, так я это от юности, все готово, все готово, все готово от юности, вот, но я хочу сказать следующее, тогда, когда Иисус пригласил его к деланию, а не деяниям, да, вот, ну, все ясно, все ясно, с печалью и так далее, поэтому Христос говорит, как трудно надеющимся на богатство. Смотри, он сказал неправду там, он только что сказал Христу, когда Христос возлюбил ближнего, как самого себя, он говорит, я это соблюдаю, я ближнего люблю, как себя, и он дает попутный вопрос, но если ты любишь ближнего, то дай ему свое имение, но это не то. Не, ну тогда кто мой ближний, да, да, кто мой ближний, да, вот, понятие кто мой ближний, это очень, очень, так сказать, но я хочу убедительно и утвердительно сказать, если ты поможешь чужому, чужестранцу, и твоя помощь откроет ему духовный мир, он встает твоим ближним, из ближнего сделать врага это не проблема, из врага сделать ближнего это геройство, и это действительно подвиг, который, на который можно взирать, так сказать, вверх, а не вниз. И еще, я не сторонник того, что мы должны только своим помогать, мы понимаем, что помощь нужна нуждающимся, и если тот же на поле брани истекает кровью, а будет проходить мимо пиесятники или баптисты, потому что это не наш, ну, как это будет? Какой свет мы проявляем? Я понимаю, что рука тянется к своему, и может, это даже иногда оправдывается, но я еще раз повторюсь, помочь незнакомцу обрести знакомого. И наши даяния должны быть светом, а не распределением этого. Если мы будем в своем кругу, нам будет уютно, мы будем себе помогать, но свет не будет распространяться. Есть хороший пример Исаак, когда в Гераре, написано, он сел и во сто крат, он стал богатым человеком, казалось бы, его Бог благословляет, но эти люди, они не видели в нем того человека, которого увидели, когда он уже вышел из Гераре, его попросили вернее, ты уйди, каже, потому что это угроза для нас, ты богаче нас становишься. И он только что вышел, они через несколько дней идут в догонку за ним, приходят, он говорит, что вы пришли, вы меня выгнали, а они говорят, мы увидели, что с тобою Бог, а почему там не видели? Потому что он был в своем уюте, он был довольный, так и церковь, она будет в своем только за себя думать. Да, легче быть в церкви, собранию, с семьей, но когда мы выходим за пределы церкви, тогда тот свет или та работа, о которой Христос сказал. Михайлович, мы десятилетия спасаем спасенных, или разбираемся, спасен ли он, или не спасен он, но ведь призвание церкви не между собой разборки вести, а призвание церкви одеться во всеоружие, предложенное апостолом Павлом в послании и эфисианам, да, одеться, обуться, меч шлем и все остальное и идти в мир, благовестие нести туда, где его нет. Почему когда-то, еще за 750 лет до появления Иисуса Христа, пророк Исаия провозглашает, как прекрасно ноги на горах благовестника, что этот благовестник несет? Мир благое. Мы обязаны нести мир и благое туда, где его нет. Но есть разница. Сегодня может кто-то с телезрителей где-то в глубине души своей задавать мне тысячу вопросов. Ну вот, посмотрите, минский формат, какой-то европейский формат, нормандский формат, американский формат, не имеет значения. Содятся за круглые столы. Это видные люди, это лидеры наций. Вроде договариваются, вроде подписывают, вроде печать не замеряют. Но кровь-то продолжает литься. И вопрос, почему? И я думал, Господи, но почему так сложно в это время обрести мир? Оказывается, Иисус Христос, обращаясь к своим, обращаясь к церкви, Он сказал, мир мой даю вам. Я как раз хотел сказать. И мир мой оставляю. Не так, как мир дает. Если мы посмотрим, ну а как мир дает? Это практически три сваи. Первое, это дипломатия, путь дипломатии, там, где лозунг, не важен процесс, важен результат. И второе, большинство, меньшинство должно быть подчиненными. Но скажи, пожалуйста, подчиненное меньшинство будет в мире? И третье, поднятие белого флага, капитуляции. А там есть мир? Мир заключает, заключает мир между собой на выгоде. Если это мне выгодно, я тогда буду. Иисус Христос предлагает мир не на выгоде, а на жертве. И тогда, когда мы способны жертвовать от себя ради мира с той стороной, этот мир обречен на долголетие. Понимаешь, когда-то псалмопевец сказал, правда и мир облабзаются. Поэтому мир основан на правде, на Слове Божьем, естественно, будет устойчив. Мир, который заключает на выгоде, на сделках, увы, ему благополучие сложно видать, ему же даже не видать. У нас остается уже только пять минут, но я хотел бы еще, чтобы мы не оставили как-то вопрос не закончен. Мы говорим о мире или обстановку, которую приносит Христос. Давай сегодня мы посмотрим, для каких людей или есть разница для кого, или для всех мир Христов одинаковый. Ну, будем говорить для президента, для мера, для раба, для свободного, для всех людей он одинаковый мир приносит или есть разница? Ну, посмотри, в Нагорной проповеди блаженства Иисус Христос сделал такое заявление, блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. Когда человек может творить мир? Посмотри, сначала он должен алчущим и жаждущим правды быть в Библии, Слово Божьего. Когда он покушал это слово, да, во рту сладкое, в животе горькое, но после этого чистое сердце появляется, после чистого сердца в этом чистом сердце милость или милосердие появляется. Чистое сердце наполнено милосердием и миром способно быть творителем мира. Тогда, когда в сердце зависть, ненависть, злость и все остальное, эти гадкие плоды плоти, но я сомневаюсь, что этот миротворитель что-то учварит мирное. По всей вероятности, оно будет проявляться, по словам Иисуса Христа, из сердца исходят. И то, что из сердца исходит, сердца неочищенного, это сплошные проблемы. Из чистого сердца будет милость и несение мира. Я хотел бы напомнить телезрители, вы смотрели сегодня телепрограмму влияние на телеканале «Импакт». С нами был епископ Василий Федорович, это старший епископ христиан Украины. И мы, наша цель передачи и вообще наша цель как христиан, чтобы вы, христиане, приобретали тот мир, о котором говорит Христос и помогали тем, кто нуждается в этом мире, чтобы вы пошли за пределы своего уюта для того, чтобы принести мир для тех людей. И я знаю, как те, кто будет нести, как те, кому нужно принять этот мир, вам нужно Божье благословение. И поэтому мы желаем вам Божьего благословения. И сейчас мы с вами помолимся. Помолимся, что Бог помог вам тем, кто ищет мира и тем, кто хочет понести мир и быть полезным и исполнить волю Божию на этой земле. Мы сейчас молимся, Федорович. Две секунды. Благословенные телезрители, борясь со злом, не станете злыми. Молимся. Господь милосердный, мы так благодарны Тебе. Благодарны Тебе за эту возможность благовестия. Благодарны Тебе за то, что мы можем отстаивать правду на основе правды, блаженному тем, что мы Твои, а Ты наш Бог. Пусть эта программа, Господи, принесет результат, а этот результат будет позывная к многим сердцам быть миротворцами, нести мир, быть милосердными и распространять милосердие. Помоги нам в этом. Тебе честь, хвала и слава. Аминь. Божьих вам благословений. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.